в этом видеоуроке я покажу вам как делаются прибавки а также расскажу как свести до минимума время на подсчеты в процессе вязания и так девочки приветствую вас на мастер-классе по вязанию футболки с вышивкой с вами юлия и мой факультет рукоделия и так девчонки вот сейчас покажу вам как вязала я прибавки своей черной футболки к сожалению я не заняла этот процесс во время вязания самой футболки но возможно это даже и к лучшему потому что на черном не так хорошо видно было бы она вот таких ниточках я вам покажу это сейчас очень даже и хорошо и так вот смотрите у нас с вами вяжется футболка да например спинка какое-то время мы вяжем без прибавок дальше у нас начинаются при бабочки и я в своей футболке делала прибавки после четвертой петли то есть кромочную снимала дальше еще три петли провязывала потом я доставала протяжку накидывала ее и вот так вот за переднюю стенку протяжки провязывала прибавочку то есть эту прибавку видно не будет вот вы сами можете посмотреть я потом могу снять резиночки вот для того чтобы не запутаться в прибавках я вешаю резиночки про резиночки расскажу сейчас чуть позже и вот таким нехитрым способом ее надеваю сюда дальше я вяжу до противоположной стороны детали своей оставляю здесь точно также 4 петли для того чтобы сделать прибавку вот они 4 петли у меня на спицы и с этой стороны я подхватываю протяжку и вешаю другой стороной для того чтобы прибавку у нас было незаметно мы делаем перекрещивание и в этот раз я делаю перекрещивание за заднюю стенку протяжки то есть тут я делала за переднюю тут за заднюю чтобы они у нас были симметричными хоть их и не будет видно делать все равно надо очень все красиво и правильно так вешаю здесь резиночку не забываю то есть резиночками мы отмечаем прибавки во время вязания все довязывают отряд до конца вот таким образом на черной футболки у меня делаются прибавки то есть когда я провяжу все когда мне уже не надо будет считать я эти резиночки просто разрежу разрежу и сниму так вот они разрезаются и убираются из вязание очень легко и вот посмотрите то есть я вам советую отступать какое-то количество петель от края изделия для того чтобы вот эти вот прибавочки ушли у нас между петельками и все было незаметно если вы будете делать прибавку вот например после кромочной то ну не факт что получится все аккуратно а так у нас вот все аккуратно выглядит видите линия из нескольких столбиков петель у нас наклоняется немножечко и здесь вот эти вот прибавочки вписываются достаточно незаметно сейчас расскажу вам про резиночки девочки хочу сказать пару слов по поводу маркеров вы наверное уже заметили что у меня тут резиночки когда мы с вами вяжем полотно лицевой глазе тут у нас нет какого-то рисунка по которому мы можем сосчитать свои ряды все особенно вот на темном на темных оттенках очень сложно воспринимается глазами считать тяжело поэтому я вам рекомендую устанавливать вот такие вот маркеры это обыкновенные резиночки китайские короче вот сейчас они у меня стоят и вот буквально уже скоро я их буду срезать то есть просто срезается потом ножничками и выкидываются эти резиночки сначала я пока не было прибавок считала по 10 рядов то есть 10 рядов связала поставил маркер и вот так вот каждый 10 рядов ставила маркера потом уже когда пошли прибавки у меня в определенном ряду я начала ставить маркеры там где прибавки то есть я заодно отмечаю для себя что до прибавку я сделала я смогу ее всегда найти ну и потом в принципе по прибавка можно сосчитать что они у нас сделано то количество которое нам необходимо здесь маркер стоит для того чтобы определиться с проймой то есть вот у меня рукав здесь начинается этот маркер определяет пройму и все вот эти вот прибавки маркеры проймы все у вас в калькуляторе будет посчитано то есть вот здесь у меня смотрите видите по 10 рядов я считала да и в том ряду где у меня начались прибавки здесь у меня стоят два маркера сразу же то есть я знаю что в этом месте у меня начались прибавки для расширения футболки да то есть вот видите до самого конца эти прибавочки то есть я всегда могу сосчитать я всегда знаю сколько рядов провязала и так далее имейте ввиду это очень удобно когда вяжешь однотонное какое-то полотно девочки смотрите покажу прибавки которую я делаю в своей вот в этой футболке в детской я ее вывязываю при бабочку из протяжки между петлями то есть вот до края я оставляю четыре петли то есть соответственно если мы делаем это в начале то сначала провязали 4 петли и далее делаем прибавку в конце точно так же просто от края 4 петли я не довязываю и вот так вот поднимаю протяжку и через нее провязываю лицевую петлю вот видите что у меня получилось то есть вот такие так сказать небольшие отверстия то есть это все-таки изделие летние она будет красиво смотреться это еще все отпариться расправиться будет красиво то есть вот такие прибавки я делаю в тех рядах которые не посчитал калькулятор в изнаночном ряду если это то есть точно так же я провязала какое-то количество петель да вот к примеру вот дошла до того места где мне нужно сделать при бабочку приподняла вот эту вот протяжку на спицу и провязала изнаночной петлей то есть нам нужно чтобы у нас вот это вот протяжка поднялась и образовала вот такое небольшое отверстие в черной своей футболки я делала из перекрещенных протяжек то есть я так я провязывала петлю так чтобы протяжка у меня перекрестилась вот и тогда вот этих вот отверстий уже не будет и точно так же в лицевом ряду вот так вот я протяжку накинула на спицу подтянула ее захватила так чтобы она у меня перекрещенная получилось и провязываю лицевую петлю то есть протяжка вот такая перекрещенная петельку вернее вот это отверстие тут не образуется если мы перекрещиваем протяжку вот так вот это вот выглядит в черной футболке вот вы видите вот и мы вот ведь их не видно совсем где-то 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 вот 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 так вот это смотрится то есть вот тут 4 или 5 не помню я петель оставляла вот так вот красиво это уже в готовом изделии смотрится а тут а тут получается будет вот такие вот равномерные красивые отверстия главное считайте все счетчиком рядов чтобы нигде у вас никаких перекосов не получилось потому что если будут дырки сначала на одном расстоянии потом на другом это будет выглядеть некрасиво здесь важно нужно вести учет рядов которые вы вяжете очень-очень тщательно это вы это вы 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 Продолжение следует...